Венедиктов всегда говорит, что у него прямые отношения с Кремлем. Эта власть совершает величайшую ошибку. Это был такой просто последний свисток. Выражение лица, он всегда такое строгое и недовольное. Спасибо еще дает слово действительно реальной оппозиции. Рейтинг партии власти где-то там в районе Плинтуса. Давайте вычисли, именами силовое подавление. Почти любой оппозиции. Главной движущей силой протестов в последнее время стала Молотеж. Вот насчет там вывести на улице, что-то я подвергаю, это в большом сомнении. Павел Грудинин заводит судебные процессы, выдавливает из страны. Тем более ему быстро показали, начав отбирать селфос. Но ситуация, конечно, абсолютно ненормальная. Это дорогого стоит. Я просто цитирую Марину Литвинович. Итак, самое лучшее теперь – это иностранные агенты и нежелательные организации. Считаем, что это лучшие награды. Не сидел – не политик. Не закрыт – значит ты неэффективная организация. Не агент – значит ты не СМИ. Мир перевернуть. И как в нем объяснить детям, как он устроен? Андрей Алексеевич, можно ли объяснить детям, и не только детям, как устроен мир сегодня в России? Ну, я думаю, что дети, пусть лучше читают, там, Майнрида и Джек Лондона, а уже более взрослые юноши и девушки, я думаю, что они, по крайней мере, многие сами понимают, не случайно главной движущей силой от протеста в последнее время стала молодежь. И это хорошо, что она неравнодушна, что она интересуется политикой, что она готова отстаивать свои и наши все гражданские права. Но ситуация, конечно, абсолютно ненормальная. Вот этот курс на уже силовое подавление почти любой оппозиции, Павел Грудинин, какой там оппозиционер, ну, может быть, там, три раза что-то против, я, кстати, к нему по человеческим уважением отношусь, вот, и готов даже выразить солидарность с этим абсолютно абсурдным решением. Вот, ну, вот, системного человека и то снимают с выборов. Что говорить о представителях так называемой несистемной оппозиции, которых сажают, отправляют в административный арест, заводят судебные процессы, выдавливают из страны, поэтому, значит, ну, не говоря о том, что уже эти выборы превращаются, как в абсолютный форст, там, без видеонаблюдения, три дня на пеньках, ну, понятно, от чего это происходит. Понятно, что рейтинг партии власти где-то там в районе Плинтуса относительно независимые центры типа иностранного агента Левада-центра, их опросы дают, по крайней мере, в крупных городах, Единой России 13 процентов, даже в абсолютно правительственных словах не говорит о том, что у Единой России будет большинство, потому что там не то, что кондиционное большинство, хотя просто большинство там называют цифры 40 процентов, вот, поэтому понятно, что власть твердо взяла курс, а, на просто физическое отстранение оппозиции от выборов, реальной оппозиции, и, конечно, явно на их фальсификацию, потому что, ну, иначе просто невозможно объяснить, зачем, зачем вот эти вот новации в электоральном, в электоральном процессе, и я думаю, что просто вот надо молодежи просто это все рассказывать, потому что они, мне нравится, я много с молодежью работаю, но нам не нравится, и они сами сделают все правильные выводы, плохо, и они сделают вывод, что надо уезжать из страны, к сожалению, такой вывод тоже делают многие, даже те, кому там не угрожает, ничто не угрожает их там жизни или свободе, а просто люди едут, едут, к сожалению, жить и работать на Запад. Ну, трудно их за это, трудно их за это осуждать, вот, но я думаю, что, я думаю, что большая часть молодежи адекватно отстранила эту ситуацию, главное, просто больше информации. Андрей Алексеевич, мы, да, затронули тему снятия с выборов Павла Грудинина, на ваш взгляд, КПРФ ступится за него, и насколько далеко они смогут пойти, как заявил Геннадий Андреевич, зиганов, они готовы выводить народ на улицу, в случае, если не удастся решить этот вопрос в суде, в том числе в ЕСП-часть. Ну, Геннадий Андреевич Карбонари выступает максимум в Твиттере, это понятно, что пишет не он его, вот, вот, насчет там вывести на улицу, что-то я подвергаю это большому сомнению, ну, если говорить о серьезном маслом протеста, хотя у коммунистов есть для этого база, надо быть с Кавеллион, вот, ну, Геннадий Андреевич становится системным человеком, в общем, ему, в общем, все нравится, по большому счету, его все в этой жизни устроено. Ну, единственное, вот, у него мечта, чтобы его внук пришел на его место, вот, чисто биологические проблемы могут помешать, а так Геннадий Андреевич вообще производит впечатление глубоко довольного человека, ну, да, если мы не о его репликах отдельных и там выражение лица, у него всегда такое строгое и недовольное, ну, а вот по тому, как себя реально ведет КПРФ, кого они выдвигают, кого они исключают из своих списков или не выдвигают, как они голосуют, ну, поэтому они управляются из той же комнаты в здании на Старой площади, что и при партии власти, поэтому тут никакого удивления у меня лично нет. Не является ли ситуацией... Какого отношения к реальной оппозиции думские партии не имеют? Может быть, ситуация с Павлом Николаевичем Грудининым как-то наведет резкость вообще на это на все? Может быть, это один из моментов истины для КПРФ и лидеров партии, как вы думаете? Или ситуация сойдет на нет, как обычно? Нет, нет, я думаю, что все ограничится шумом в отдельных СМИ, там, грозными высказываниями о конце демократии, и дальше они будут продолжать чудесно заседать в Государственной Думе, получать там хорошую зарплату и договариваться с властью, когда они могут проголосовать против, когда строго за все самые мерзкие, репрессивные и ограничительные законы, КПРФ всегда строго голосуются, начиная с закона подлецов и кончая последними электоральными ограничениями. Все-таки Груди не пропустят в Госдуму? Студе по всему, нет, но это, собственно, мало что меняет. Ну, у Павла Николаевича, как я сказал, более человеческое лицо, чем у многих других лидеров КПРФ, но не более того, он тоже вполне себе системный человек, тем более ему быстро показали, начав отбирать совхоз, что вести себя надо тихо, прилично и аккуратно, с точки зрения позиции администрации президента, я думаю, что он намек прекрасно понял. Андрей Алексеевич, затронем тему давления на СМИ, независимые, которые еще остались, беспрецедентное давление на СМИ и журналистов в последнее время. Очевидно, что власти стремятся к тотальной зачистке информационного поля. Вопрос такой, дождь и эхо Москвы разгонят в ближайшей перспективе, что должно произойти, чтобы эти две независимые площадки подверглись такому же давлению? Ну, дождь ведь фактически уже еще несколько лет назад лишили аудитории. Он же сейчас отвечает только в интернете, его исключили из всех сетей массовых. То есть, можно было через путниковую тарелку хотя бы получать. вот, что касается эхо Москвы, ну, Алексей Венедиктов такой, на мой взгляд, в последнее время очень сдержанную политику проводит. То есть, он спасибо еще дает действительно реальные оппозиции. Вот, ну, у него и там всякие прохановы прекрасно себя чувствуют. Вот, и если вы посмотрите, вот, именно такие редакционные, скажем, там, какие-то комментарии и так далее, ну, они я не могу сказать, что они прямо ура, право властные, но они очень, очень лояльны к нынешнему режиму, поэтому зачем их разгонять? Это, знаете, как в советское время вот, литературная газета была такая, которая иногда разрешала там какие-то юмористические стихи, печатали отдельные критические статьи. Это был такой просто последний свисток. Такая вот, это уже не сталинские времена были, а такие более вегетарианские. Вот, ну, вот, это такой был вот свисток, чтобы, там, парпу чуть-чуть стравливать для некоторого круга интеллигенции. Я вам скажу, на самом деле, вот, эта власть совершает величайшую ошибку. Величайшую ошибку. И то, что она закатывает в асфальт оппозицию, и то, что она закатывает в асфальт независимые СМИ, потому что если нет контроля общественного, если нет обратной связи, реальной обратной связи, вот, в чем сила оппозиции, она обращает внимание власти на проблемы, в чем сила свободы слова и независимых СМИ. Они обращают внимание власти, в том числе, на реальные проблемы. Если этой обратной связи нет, то постепенно власть окукливается, она начинает жить в каком-то своем вымышленном мире. А если еще там регулярно менять руководителя Росстата, например, для того, чтобы статистика становилась все лучше и лучше, не жизнь, а статистика, ну и все. И вот это отсутствие обратной связи, отсутствие понимания реальных проблем, очень опасно. Это то, что в конце концов приводит страну в застой. Чем это кончается, мы знаем на примере СССР и многих других стран. Значит, Андрей Алексеевич, эхо Москвы будет жить? Ну, думаю, да. Ну, тем более Венедиктов всегда говорит, что у него прямые отношения с Кремлем. Это дорогого стоит. Дозволено будет. Следующий вопрос, Андрей Алексеевич. Насколько целесообразно проводить антикоррупционные расследования в отношении российских чиновников, чем недавно пока еще была возможность заниматься, если нет никакого реагирования со стороны властей, а все больше заужесточается преследование свободных СМИ. То есть вообще посыл такой, что те, кто уже сейчас перешли в поле независимых свободных журналистов, есть ли смысл вообще им заниматься этими делами? Знаете, я отвечу одной довольно интересной фразой. Делай, что должно и будь, что будет. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok